Ухажаемые коллеги, на самом деле мы задумывали эту сессию, исходя из тех соображений, что у нас существовал довольно большой разрыв между клинической стратегией лечения колоректального рака генетическим тестированием, которое применялось в основном для определения резистентности к цепоксимабу и понятумумабу, то есть к анти-GFR, моноклональным антителам и патанатомической классификации, которая вообще все эти годы существовала сама по себе. Никакой корреляции с клиническим течением болезни в общем-то не было. Градирование колоректального рака, которое мы применяли ежедневно на вот эти Грейт 1, 2, 3, 4, оно в общем не было клинического значения, и никто из клиницистов не понимал, что делать с опухолями Грейт 2 или с какими-то отдельными их микроскопическими подтипами. И в какой-то момент мультиментальная команда наша решила совместить вот эти вот все подходы, эти дисциплины и попытаться каким-то образом выделить клинически значимые варианты колоректального рака на основе исходных данных, на основе каких-то генетических тестов и их, так сказать, клиника-морфологический характеристик. Ну и в общем началась эта история в феврале этого года, и в марте мы попытались впервые наш подход презентовать, но с тех пор он претерпел существенные изменения. Что мне очень важно, я хотелось бы отметить, так сказать, за свое короткое время выступления, что я хотел бы сконцентрироваться на двух вещах. Первое, что реально изменилось в нашей клинической практике, и второе, значит, ну в общем второе, честно говоря, уже забыл. Вот, что изменилось в нашей клинической практике. И, так, не листается. Слушайте, а помогите мне сделать следующий слайд как-то. Алло. Нет, мы тебя слышим, Никит, сейчас попробую помочь. Надо, наверное, нажать на презентацию, потому что надо просто кликнуть на презентацию, и тогда, возможно, она пойдет. Все, кто-то забрал мое управление. Следующий слайд, пожалуйста. О, предыдущий, верните на один. Все, отлично, я буду на следующий слайд. Вот, и в результате этого... А, и, конечно, вторая идея, которая была, это очень важная история. Мы хотели проследить траектории у индивидуальных больных. То есть, вот, если посмотреть, там, не только мутацию Кейраса или Берат, а если посмотреть, ну, грубо говоря, все. Вот, и 5-3К, и П-53, и ПТН, и Кейраса, и Берат, и микросамплитную нестабильность, то есть сделать такой достаточно подробный портрет опухли. Какие варианты у нас вообще возможны, а какие варианты не встретятся никогда. Вот это вот была вторая такая основоплагающая идея. И в результате, в общем-то, получилась достаточно интересная классификация, которая уже изжила себя к настоящему моменту в какой-то мере, потому что в действительности значительно ее превосходит. Но так или иначе было выделено несколько молекулярных таких клиник и молекулярных подтипов, которые грубо были специфицированы на три большие такие вот рукава. Первый рукав — это опухоли правой половины с их вариантами, и мы все прекрасно понимаем, что геномная сигнатура, вот этот вот метиляторный фенотип, который характерен для правой половины, до селезеночного изгиба, это, в общем, отдельная уникальная молекулярная характеристика опухоли. Левая половина — это от селезеночного изгиба до анального канала, так сказать, да, там, в общем-то, свои опухоли развиваются, и наследственные раковые синдромы. Вот эти вот три возраздела. И, в общем-то, были обнаружены две ключевые вещи, которые существенно поменяли нашу практику, потому что смотреть генки и раз неинтересно, мы смотрели, в общем, его уже долгие годы, и генки и раз, так сказать, тоже, и здесь в практике изменилось не сильно, а вот две вещи существенно поменяли нашу текущую практику. Первое — это обнаружение вариантов полнегатив, как справа, так и слева. Вот это очень важная история. И если вы видите, да, что, так сказать, полнегатив в варианте, мы имеем в виду, когда раз каскад полностью негативный. Там есть опухоли с разным прогностическим потенциалом, как справа, так и слева. И вторая история — это выделение опухолей с микросателлитной нестабильностью и более прецизионное их подразделение. Вот это вот второй ключевой аспект. И именно на этих двух аспектах я хотел бы остановиться. Я, конечно, прекрасно понимаю, что я подвожу Данилевича Стряковского, который собирался, так сказать, по всем группам сделать своё выступление, но просто 15 минут совершенно не хватит для того, чтобы разобрать все подтимы. Итак, полнегатив группа. На самом деле ключевое значение этой группы, с моей точки зрения, заключается в том, что когда мы не обнаруживаем классических мутаций, кейрасы, разбирах, микросателлитной стабильности, и у нас фактически остаётся из того, что можно уйти на посмотреть 5 рекей, путь и мутация ДНП-53, то вот в этой вот подгруппе, да, в ней есть опухоли как с агрессивным, так и с ингалентным течением. И ключевым фактором, который пока что в наших кейсах, так сказать, не так много, которых мы пока собрали, обнаружился для стратификации ингалентных и агрессивных опухолей, явилась мутация П-53, которая, в общем, начальный молекулярный путь к высокому уровню геномной нестабильности. Итак, если мы имеем справа, полнегатив, то есть без мутации ТЕРАС, БЕРАС, так сказать, и микроэкстритной нестабильности опухоль, у которой наблюдаются мутации П-53К или ДЕЦЭПТЕН, то, в общем-то, это достаточно ингалентная опухоль, чаще всего с муцинозной гистологией, которая даже при наличии метастатического поражения, судя по всему, имеет конечное количество метастазов. И поэтому, когда хирург определяет свою, так сказать, стратегию хирургического лечения, то, вероятно, именно у этих пациентов будет наибольший бенефит от метастазы эктомии при олигометастатическом поражении, например, печени. Вот это вот ключевой момент. Потому что, в общем-то, мы понимаем, что больные с метастазами в печени — это совершенно неоднородная группа. У кого-то при метастазы эктомии метастазы заканчиваются, их количество конечно, у кого-то они не заканчиваются. И вот с нашей точки зрения именно те две подгруппы, справа и слева, которые ол-негатив с точки зрения классического молекулярного тестирования и при этом не имеют мутации гена П53, которые, в общем, предвестник очень серьёзных геномных проблем и эндосклинических проблем у пациента, вот этого группа, к которой нужно присматриваться с точки зрения максимально радикальной хирургии, потому что к иммунной терапии они нечувствительны, к таргетной терапии они нечувствительны, фактически только химиотерапия, но с достаточно таким умеренным эффектом, о чём ещё скажет Даниил Львович. Следующий слайд. Так, я попробую переключиться. Значит, и ещё один вариант справа, ол-негатив, когда нет у нас опять рекей, так сказать, нарушенного сигнального каскада и делекции ген-эпитен, есть мутация П53, вот здесь, конечно, значительно более агрессивное течение, это такая, в общем, классическая, морфологически, так сказать, тублокреброзная, это это кацинома с грязными некрозами, и если у нас есть мутация П53 в первичной опухоли, в метастатической, то здесь надо чётко понимать, что метастаза у этого пациента не закончится, и, так сказать, выстраивать свою хирургическую и лекарственную стратегию в соответствии с этим фактом. Ну и если мы посмотрим на левую половину, то, в общем-то, глобально там очень похожий подход. Единственное, на что мы обратили внимание в настоящее время, что, так сказать, для левой половины полнегатива данных кацином, это преобладают женщины, потому что справа женщины и мужчины приблизительно в равных соотношениях и с проанализированной базой. Вторая характерная черта полнегатива с левой стороны, то, что это большие опухоли на момент диагноза уже с поражением лимфатических узлов. Может быть, это ошибка выборки, здесь нужны куда более большие цифры, но, в общем, у нас в основном была третья-четвёртая стадия с поражением лимфатических узлов. Гистологически они абсолютно одинаковые, это тоже аденокарственное типичное настроение с наличием грязных некрозов, с абсолютно классическим фенотипом колоректального рака с точки зрения и нового гистихимического исследования цитокератин-20, CDX2 позитивное. Но при диком типе П53 относительно инвалентное течение и, так сказать, конечное количество метастазов, и, в общем, даже медленное возникновение этих метастазов. Достаточно большой интервал между появлением новых метастазов после резекции предыдущих. У нас есть несколько наблюдений, когда на самом деле метастазы ктамия происходят несколько раз в жизни этой пациентки. Следующий метастаз может возникать через полгода, а может и через полтора. То есть, в общем-то, хирурги прекрасно помнят этих больных. Они помнят этих женщин по фамилиям, потому что они приходят к ним каждый год удалять новый метастаз, и, в общем, это избавляет этих пациенток от проблем на долгое время. Но если у неё мутация П53, то они характеризуются в агрессивном течении. И вторая история с точки зрения, так сказать, того, что дало нам вот этот вот подход, понятно, что классификация, она не самоцель. Она нужна для того, чтобы подсветить какие-то вещи, на которые мы никогда раньше не обращали внимания или уделяли недостаточное количество внимания. Это, конечно, опухоль с микросателлитной нестабильностью. Потому что мы значительно чаще стали задумываться о синдроме Линча. И, конечно, затраты на обследование, наблюдение этих пациентов и этих семей резко возросли. Потому что раньше, в общем, если синдром Линча без семейного анализа попадал в хирургу, он никогда его не ставил, так сказать, в основном в городских стационарах. И этот больной так и продолжал, в общем, как-то где-то лечиться. И никаких затрат на интервальные колоноскопии, обследование родственников, секвенирование нового поколения для выявления герминальных мутаций и так далее не происходило. Поэтому то, что изменилось в текущей практике в городе Москве, это, несомненно, большие затраты на пациентов с микросателлитной стабильностью, ну и, конечно, иммунотерапевтическое лечение, потому что, судя по всему, существенного влияния спорадической микросателлитной стабильности, или она, так сказать, в составе синдрома Линча или Линча подобных синдромов, для иммунотерапии не имеет значения. Хотя, я думаю, что данные ещё не окончательные. И вот, если мы посмотрим на окрыс микросателлитной стабильностью, то выяснится, что это совершенно неоднородная категория, что у нас есть микросателлитная стабильность и справа, и слева, это совершенно разные больные, и ещё и синдромальные больные. Более того, как мы увидим дальше, буквально пару минут с синдромом Линча пациента тоже различаются между собой. И вот здесь, конечно, демографическая характеристика, если они справа, так сказать, при синдроме Линча это относительно молодой возрасте семейный анамнез. Первые опухоли чаще всего бывают Т1, Т2, без предшествующей аденомы. Гистология преобладает муцинозная или ГРАИК-3 реже, и вот здесь на препарате вы видите муцинозную аденокарциному с выпадением классического гена МСХ2, характерного именно для синдрома Линча и некарактерного миспородического рака и с точки зрения иммунодистохимии нетипичный иммунофенотип, потому что потери экспрессии цитокератина-20 и CDX2 наблюдают у этих пациентов довольно часто. Если мы говорим о синдромах Линча с левой стороны, да, и вообще около ракет с микросателлитной нестабильностью, то именно в результате этой работы для меня были достаточно удивительные вещи. Я думаю, для людей Наумачевской, Телелёжи, Цуканова, всё это будет абсолютно очевидной штуки, но в нашей практике и в нашем понимании произошли существенные изменения, когда мы нарисовали эту схему, потому что выяснилось по литературным данным, и сейчас мы пытаемся это проверить на своих пациентах, что фактически все больные, у которых микросателлитная нестабильность слева, это синдром Линча, у которого либо может быть соматическая мутация гена Кейерас, либо нет. И вот это имеет колоссальное значение, потому что с одной стороны они должны обследоваться на герминальной мутации и их родственники, в общем-то я считаю, что все левые раки с микросателлитной нестабильностью, а с другой стороны Кейерас тестировали для них обязательно, потому что Кейерас пожирает микросателлитную нестабильность с точки зрения потенциальной чувствительности опухоли к иммунотерапии, о чем расскажет более подробно Даниил Львович. И если, так сказать, каким-то образом суммировать, что мы узнали о Линче, когда начали, так сказать, задумываться и вот этот вот проект в нашей клинике, то, в общем-то, так сказать, чем дальше, тем интереснее, потому что с левой половины синдром Линча маскируется обычным классическим клиником орфологическим течением колоректального рака, который начинается с уголовелезной аденомы, с мутации гена ЭПС, и, в общем-то, гистологически мы не способны их отличать от обычных тубуловелезных аденом, из которых возникает обычная керрасовая раз позитивная аденокарцинома. Но на дальнейших этапах при опухоли и прогрессии этой аденомы возникает микросателлитная нестабильность в основном с выпадением генов МСХ2-МСХ6, крупная аденома хай-грейт, на фоне которой возникает аденокарцинома ло-грейт, для которой характерный метастаз в региональные лимфатические узлы. Да, это, в общем, не очень часто наблюдаемый при синдроме Линча феномен, и мутация керрас, фактически половина это G13D, которая обладает меньшим ангогенным потенциалом, чем G12D, чем мутация 12-го кодона. С правой стороны, так сказать, эта группа, когда у нас из фокусов крипт с микросателлитной нестабильностью мутации гены бета-катенина керраса P53, довольно быстро возникает дипле-инвазив карцинома спиритениальной диссеминацией. И, соответственно, у этих больных скрининг бесполезен, и в межскрининговых интервалах возникает вторая опухоль или метастаза, это правая половина. Но, в общем, эти больные в крупных клиниках встречаются 2-3 раза в год. Их 16% от синдрома Линча, а синдрома Линча 3% от всего полуректального рака. Поэтому, если вы оперируете 2 кишки в год, то хирург увидит их не чаще 3-х раз в год. Это довольно редкая вещь. И наиболее часто это когда из фокуса грантных крип возникает мелкая аденома, аденококсинома с сдаленными метастазами. Это может быть и в правой, и левой половине. И здесь в зависимости от дополнительных мутаций керрас или P53, в общем, разная агрессивность клинического течения и, соответственно, разная чувствительность к иммуно-онкологическим препаратам. Вот это вот те две ключевые вещи, которые нам принесла вот этот подход, когда мы попытались не статистически посмотреть, сколько у нас глобальной микростритной нестабильности, сколько керрасов, разбирах и так далее, а попытались прорисовать индивидуальные траектории для каждого пациента. Это очень сложная работа, и подобных публикаций, в общем-то, в литературе нет. И тема интереснее, но, к сожалению, двигается фантастически медленно, потому что нужны огромные ресурсы для того, чтобы индивидуальные траектории для каждого посмотреть и посмотреть, так сказать, комбинации, которые встретятся и которые не встретятся никогда. То есть запрещенные комбинации. В общем-то, мы продолжаем эту работу, приглашаем к сотрудничеству тех, кто готов заниматься вот этой долгой историей по вычеркчению индивидуальных траекторий от аденомок, карциномии и так далее, к метастазу для больных с колоректальным раком. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 . Спасибо. . 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